Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня я хочу вам показать небольшие покупки из магазина Фамилия. Косметические покупки. Они были неожиданные, спонтанные, как обычно, все в Фамилии происходит. То есть там постоянно завозы, то ничего нет, то много всего интересного. И на этот раз я обнаружила три аромата от Vivienne Sabo. У них были по 199 рублей стоимостью. И я решила взять два из них. Конечно, упаковки у них такие подзамученные, но в принципе они были, да. И духи они полные, целые. Единственное, что просто распечатанные были. И я себе взяла два аромата Amoretti и Boho Chic. По 199 рублей каждый аромат. Я считаю, это очень такая, ну, смешная цена. Естественно, эти парфюмчики, они сами по себе не очень-то дорогие. Но 199 рублей, это вообще смешно, на мой взгляд. Вот такие вот флакончики у них. Amoretti и Boho Chic. Духи полные, целые. В общем, распылители работают. Ничего такого страшного с ними нет. Упаковочки внутри все целенькие. Все отлично. Значит, почему не взяла третий аромат? Потому что, ну, он мне показался таким, знаете, ну, очень тяжелым. Хотя вот Amoretti после затеста и вот небольшого разнашивания, да, он тоже как бы достаточно тяжелый. Ну, давайте поговорим про Boho Chic. Боho Chic. Этот аромат, мне кажется, оценят, ну, хорошие у них распылители такие. Нескудные, нескудные. Такая вот коробочка красивая. Значит, это цветочный аромат. Я его же, знаете, на мне были духи Elisabeth Arden, и я уже потом, не скупясь, поверх них и этот аромат нанесла. Он мне понравился. Он цветочный, он со сладенькой ноткой такой. Он вроде бы и легкий, но в то же время интересный, сложный по-своему. Искрящийся. Мне кажется, вот, знаете, что-то как, ну, что-то по типу искрящегося шампанского только в аромате. Вот какой-то такой игривый, наверное. Интересный аромат, и я думаю, что его и летом, и весной, и осенью. Но почему-то вот у меня ароматы Vivienne C'est Ball с осенью ассоциируются. Не знаю почему, но вот как-то так. Приятный аромат, классный, я с ним походила. Я его поносила. И могу точно сказать, что мы с ним подружимся. Я его с удовольствием буду использовать. Что значит по поводу Амаретти? Он достаточно тяжелый, и тот третий еще был тяжелее. Значит, что по поводу него? Он прям, знаете, такой, ну, как бабунички любят использовать. Ну, давайте вещи своими именами называть. То есть, вот поначалу вот эти вот нотки, они достаточно тяжелые, такие шипровые. Ну, вот я с ним ходила и не могла долго понять, он мне совсем не нравится или очень нравится. То есть, он такой интересный, такой какой-то многогранный. Ну, вот он именно на зиму. Вот только зима, либо же холодная осень уже. Знаете, вторая половина холодная осенью. Вот эти вот опавшие листья. Этот аромат. Он интересный. Он сладко-цветочный. И вот даже какую-то легкую алкогольную нотку я слышу. Люди подумают, что я бухаю. Тут там шампанское, там алкоголь. Ну, серьезно? Я вообще не пью, ну вот мне так слышится. Не знаю. И я с удовольствием эти духи буду пробовать, разнашивать. И вот сейчас именно мне Амаретти очень понравился. Вот именно в квартире. Вот именно когда я согрелась уже, потому что на улице было прохладно. Но тоже в нем есть какая-то резкая открывающаяся нотка. В общем, достаточно сложный парфюм. Я даже не могу сейчас однозначно рассказать о нем, нравится мне или не нравится. То нравится, то не нравится. Как-то так. И также я приобрела вот такие вот спонжи. Муж мой увидел, мне принес, говорит, Надя без спонжей. Я вечно жалуюсь, что мне все спонжи рвутся. Мне их надолго не хватает, потому что их часто стираю. И это спонжи от Бьютипедия. 219 рублей. Два спонжи. И судя по всему, но они такие средней жесткости, ближе к мягким. Вот такие вот красивые спонжики буду использовать. Это по поводу покупок. Ну вот по поводу ароматов я еще хочу дополнить то, что у меня есть аромат Эудосье. Я его получала в подарок за покупку. И что о нем могу сказать? Он мне тоже очень нравится. Он прям вообще такой классный. Знаете, такой девичий. Такой легко цветочный. Но в то же время в нем есть какая-то такая холодинка осени. Не знаю. Вот как описать? Прям вот этот из всех троих. Мне вот FDCL больше всего нравится. Вот этот прям тоже неплохой ароматик. Ну вот он прям легко вообще заходит. С ним можно ходить, не переборщить. Дофига на себя вылить. И все равно будет комфортно. А вот Амаретти, он уже достаточно такой сложный. Взрослый даже. В общем, ну надо с ним как-то играться, думать, как он будет работать в то или иное время года. В общем, у меня даже такая коллекция, мини-коллекция собралась с ароматов от Vivienne Sabo. И я хочу... Вот почему я сразу три показала. И тот, который у меня был. Хочу сказать, что несмотря на то, что это ароматы бюджетные, мне очень нравятся их флаконы. Они выглядят, ну вот, как в стиле какого-то селектива. В них нет ничего лишнего, никаких вот... Ну вот это вот если снять, вообще шикарно будет. То есть они простые флаконы. Они выдержанные такие, строгие. Прикольные. И мне нравится то, что все ароматы, они все разные. То есть это не то, что, ой, дешевый парфюм, мы там чуть-чуть и подкрасим, там чуть-чуть уберем, будет целая линейка. Нет, они все настолько разные, что вот мне чувствуется, что над каждым ароматом прям работали, его создавали, обдумывали и так далее. То есть они достаточно интересные. И получается у меня прям целая, девчонки, коллекция этих ароматов от Vivienne Cebo. Здорово. И также хочу, девчонки, вам сказать, что, допустим, Vivienne Cebo и Revgoch, они часто проводят акции, но не как прям часто, но вот они бывают, вы за определенную сумму получаете аромат в подарок. И я смотрю, что эти ароматы меняются. Допустим, Eau de Ciel была позапрошлый раз. В этот раз, в которой была акция, был в подарок аромат Cherie. Или Cherie. То есть они разные. И это хороший, допустим, способ познакомиться с парфюмерией Vivienne Cebo, не покупая за полную цену. Если вам, конечно, интересно что-то из декоративки, может быть, каких-то аксессуаров. То есть выждать именно клиентский день, прикупить еще нужных вещей и получить аромат в подарок. Но это уже такая, знаете, демагогия и мое лирическое отступление, размышления на эту тему. Ну все. Все, что хотелось вам показать, рассказать и пообщаться. Вот, может быть, вы тоже знакомы с парфюмерией Vivienne Cebo и поделитесь своими впечатлениями. Ну все. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok